Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Конструктор страниц, визуальный редактор, конструктор интернет-магазинов Gridbox на Joomla 4 обновился. Разработчики Белбуа пошли таким путем. Сейчас они начали обновлять, усовершенствовать, добавлять новый функционал уже в существующие плагины Gridbox. И это очень хорошая новость. Следующее обновление также разработчики заявляют о том, что будут модернизированы новые плагины Gridbox. Точнее, те плагины, которые есть уже на борту самого Gridbox или интернет-магазина. Давайте в этом видео посмотрим, что обновилось и насколько это будет полезно для вас. Меня зовут Федор Васильев. И начнем мы с вами рассматривать, на мой взгляд, самое интересное обновление и самое полезное пока что на сегодня, которое у нас есть в Gridbox, в новой версии. Это будет полезно всем, и особенно новичкам, и вообще всем людям, кто, например, переносит контент со старого сайта. Вы часто, наверное, с таким сталкивались. Вы копируете текст, и прежде чем вставить его на свой сайт, нам нужно убедиться в том, чтобы скопированный текст не потянул за собой лишние стили на наш сайт. Новички, кстати, часто могут здесь вот ошибаться. Они этого могут не замечать, копировать контент с одного сайта на свой. А потом может так получиться, что у вас дизайн поплывет, или будет какое-то неправильное отображение, и вы не будете знать, почему это происходит. Вот как раз-таки здесь вышло крутое обновление для плагина «Текст». Теперь плагин «Текст» в Gridbox автоматически будет обрезать левые стили. Что это дает? Во-первых, это ускоряет рабочий процесс. Нам не придется текст. Ну, может быть, есть какие-то и другие варианты, но обычно я просто открывал блокнот, например, копирую какой-то текст с другого сайта. Мне приходилось вставлять его в блокнот, потому что блокнот Windows автоматически обрезает все стили. Потом я отсюда его еще раз копирую и вставляю. Либо, тоже неудобно, вот у меня плагин «Текст», сейчас открыт демо-сайт. Я его открываю, и надо... То есть, если я вот так вставлю, вот напрямую, то у меня стили тоже скопируются со стороннего сайта. Здесь приходилось нажимать «Источник», потому что это HTML-режим. Вот я вставил слово. Все, тогда вставляется, видите, тегом «П» помечается без лишних стилей. И я сейчас еще не обновил этот демо-сайт, чтобы наглядно вам показать, как же ошибка эта может срабатывать вообще в целом. Вот мой сайт. Допустим, я копирую вот этот текст. Этот текст у меня с тегом «H1». А я хочу просто, чтобы он здесь стал простым текстом. Я могу просто кликнуть мышкой в плагин «Текст», вставить Ctrl-V, горячие клавиши на клавиатуре. Смотрите, что происходит. Какая-то появилась белая полоса. Текст довольно-таки крупный. Если мы зайдем в режим редактирования, вот так вы сначала это будете видеть в «Источник». Обратите внимание, здесь очень много левых стилей, которые подтянулись, то есть робот – это шрифт, робот – это конденсент. Какие-то цвета. Вот это все здесь есть. И это все руками придется вот это все удалять, оставлять только текст. Есть еще один вариант. Например, мы вставляем его не так, а мы заходим прямо в плагин «Текст», и в привычном режиме, смотрите, я вставляю Ctrl-V. Что происходит? Казалось бы, все вроде встало, нет белой полосы сзади, но, обратите внимание, обрамляется тегом «h1». То есть это мне надо… Например, если на этом сайте я не хочу, чтобы он был в теге «h1», это нужно исправлять. Например, тегом «p». Это тоже неудобно. Если вы не будете на это обращать внимание, у вас на сайте может быть целая куча тегов «h1», но считайте, это для SEO эта страница, считай, убита, потому что для SEO-оптимизации «h1» должен быть только один раз на одной странице. То есть и таких ошибок здесь может быть очень много. Так вот, вы сейчас видели, как работает плагин «Текст», точнее, как он работал уже в прошлых версиях. Теперь я обновляю «Гридбокс» и сразу же вам покажу, как наглядно это у нас классно работает. Вижу уведомление, что мне надо обновиться. Лицензия у меня активна. Я нажимаю «Обновить». Идет процесс обновления «Гридбокс». Далее страница автоматически обновляется. Видим, что здесь больше нет предупреждений на этой иконке. Кликаю по иконке, видим. На момент записи видео это актуальная версия 2.12.14. Даже можно еще проверить, попробовать еще раз русификатор установить поверх. Возможно, новые строки были переведены на русский. Итак, смотрим теперь. Я обновляю страницу режима редактирования этой страницы. Еще раз, смотрите, я копирую с тегом «H1». Давайте я добавлю плагин «Текст» еще раз. Нахожу его здесь, нажимаю. Удаляю демо-текст. Вставляю «Ctrl-V» горячими клавишами на клавиатуре. Вы видите, как встал текст? Он небольшой. За ним была белая подложка с кучей стилей. Вы это видели? Со шрифтами. Давайте посмотрим источник. Видим тегом «P». Помечается все. Чистый код. Точнее, чистый текст без лишнего кода. Давайте еще проверим вот так. «Ctrl-V». Смотрим «H1». Нет. Поняли, да? Как это работает? То есть, вот оно обновление. Автоматически будет обрезать все левые стили. Это вообще должно быть, конечно, сделано изначально в Gridbox. Но лучше поздно, чем никогда. А мы с вами движемся дальше и будем смотреть нововведения. Важное обновление плагинов поиска и поисков по магазину. Давайте посмотрим. Находим приложение «Поиск» и «Магазин». Давайте возьмем «Поиск по магазину». Появляется поиск. Какие здесь нововведения? Раньше мы не могли выбрать несколько приложений. То есть, у вас может быть приложение «Блок» установлен и приложение «Магазин». Магазин тоже может быть разбит на несколько приложений. И вы могли в одном поиске задать только... То есть, например, здесь я одно приложение выбираю. Здесь я выбираю, сколько мне нужно приложений, чтобы именно вот этот поиск он искал, например, и по блогу, и по магазину. Следующая опция – это «Живой поиск». Вот этого не было тоже. Без перезагрузки страницы. Так называемый «Аякс» или «Аджакс» по-другому. Как он работает? Давайте посмотрим, чтобы у меня работало здесь по продукции. У меня здесь есть демо-магазин. Давайте я пройду на страницу. Это, конечно, очень многим понравится. Смотрите, я вбиваю название товара, которое у меня есть на сайте. Вот это и есть, видите, без перезагрузки. Сразу картинка, название и добавить в корзину. И отсюда я могу кликнуть и попасть в карточку товара. То есть, вот этого не было. Теперь, как это может выглядеть, если будет несколько совпадений? Например, нет результатов. Буквально три буквы вбивая, смотрите, как работает поиск. Есть ползунок. Вы видите, да, цена, добавить в корзину прямо отсюда. Очень удобно. И это еще не все, что они сделали с поиском. У нас есть скрытое поле. Теперь, если мы здесь выберем продукт, появляется, видите, новая опция страницы результатов поиска, либо выбрать категорию лист. То есть, на странице категории списков товаров результат поиска показывался. То есть, у нас есть страница результатов поиска. Это у нас системная страница, которая давно уже существует. Вот он, Search Resultat Page, который можно отдельно настроить, зайти и настроить. Теперь здесь появился вот такой вот выбор. Также заливка фона, background, за поиском в дизайне. Этого тоже не было. Фон теперь можно заливать, видите, цветом. Именно фон самого поиска. В предыдущем обновлении и в предыдущем моем видео я рассказывал вот об этом. Нововведение, структура, страниц. И здесь тоже появились нововведения. Например, если у вас большая структура и вы хотите ее под себя структурировать, правой кнопкой мыши теперь будет доступна новая опция, чтобы вы могли, вот видите, переименовывать под себя секции там и так далее. Это тоже нововведение. Следующее небольшое или большое нововведение касается канонического URL. Но только для новичков вы эту опцию не увидите, если вы это приложение не добавите. То есть вот в приложениях нажимаете, здесь вот красная такая кнопка, сюда нажимаете, прокручиваете, здесь колесо, вот здесь есть такой канонический URL. Это уже из разряда SEO. Во-первых, его здесь надо добавить, вот просто как сейчас это сделал я. Далее здесь в режиме редактирования страницы я обновлюсь, так как она у меня открыта, чтобы изменения я увидел. И теперь сайт на вкладке основные появилась вкладка SEO. Во-первых, канонические ссылки мы включаем. Здесь просто проставляем наш адрес. Это все уже было у нас раньше. Но появился еще такой момент, как слэш в конце ссылки. Просто включаем, чтобы он появлялся или он не появлялся. Здесь уже нужно задать вопрос конкретно SEOшникам. Насколько вот это важно? Вот это включение вот этого слэша. Но теперь здесь это тоже есть. Следующее обновление коснулось магазина. Именно плагина «Последние посты». Вот я вывел их на страницу. Здесь у меня есть демо-магазин с демо-товарами. Здесь вот появилась возможность сортировка по алфавиту. Следующее нововведение коснулось не так давно вышедшего плагина «Ходспот» или «Горячие точки» по-другому. Я его рассматривал в одном из предыдущих своих видео. Вот я его здесь нашел. Давайте посмотрим, что они уже сюда добавили. То есть видим точка. Давайте я сюда что-нибудь добавлю. Текст. Вот, чтобы мы это видели. То есть такие точки вы можете перемещать по холсту свободно и размещать там, например, это какие-то пояснения на какой-то фотографии. То есть нажимая на эту точку, у нас появляется всплывающее окно, где может быть текст, картинка и так далее. Таких точек здесь может сколько угодно быть. Ранее эти точки работали только при нажатии клика мыши. Но теперь у нас есть возможность, перейдя на вкладку «Дизайн», выбрать всплывающая подсказка. Появляется «Онклик», то есть только по клику. «Ховер» — это при наведении мыши. Вот это и есть нововведение. То есть при наведении мыши. Давайте я сохранюсь. Обновлюсь на фронтальной части сайта. Видим плюсик. Навожу мышь. То есть не нажимая, уже появляется это всплывающее окно. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне, узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Reading Page на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это конструктор Form. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво, можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил, вот здесь вот информация, курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретение данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok